добрый вечер вот сегодня хотелось бы значит пробежаться повторить материал касаемый вот этих социальных расколов мы как бы акцент не сделали то есть социальные расколы которые привели к появлению малой руси беларусь но не у нас все остались да откуда они возникли почему вот мы приближемся по этому материалу но и по восстаниям по восстаниям царей нас потому что существует как бы официальная история есть еще параллельная история в какой-то степени повторяющие официальную историю но только уже под другими именами и вот у нас значит считается первое так сказать самая книга и первый раскол который произошел это когда владимир после нанесенного апокалиптического удара по планетам нашей солнечной системы а и было несколько сотен тысяч в реальности потому что они разрушены и образовался достаточно плотный слой пыли который нас в общем-то закрыл от освещение галактика может галактика хорошо светит вот и там вот все планеты кто посещал планеты тоже вот нибиру посещали люди да там свет всегда она летит там свет небо светится звезд нету вернее ну солнце нету она светится но это подтверждает и наши так сказать источники но он этот недавно подтвердили что на нибиру в общем-то ну кто был на нибиру в общем-то светло и тепло понятно что на нибиру куда нас сейчас задумали переселить да но она все равно будет двигаться по солнечной системе здесь холодно и темно вот он только в районе от солнечного солнечной зоны где у нас это вот расстояние между солнцем и питером где у нас вращаются фактически оставшиеся четыре планеты у нас было несколько сотен тысяч планет и они все вращались за нептуном ну и вот у нас смотрите когда был нанесен апокалиптический удар вот океаны появились моря появились у нас вообще вот глобусы старые которые находят до земли там нет океанов нет море есть озера вот моря то это это все-таки искусственного происхождения это взорванные большие взрывы которые были у нас на земле ну и в общем-то вырывали такие вот огромные куски из нашей земли и у нас в общем-то владимиру пришлось ввести перевоплощение то есть он принял остальные они вот и царь который был у нас иван четвертый иван грозный уже переслав вот он продолжал все равно сопротивляться не вводил перевоплощение которое требовали с него то есть нам предлагали освободиться от бессмертия и священную книгу поменять канон который в общем-то предписывал людям бессмертия ну и предписывал варианты как рождать чтобы рождались боги ну там еще канон входило помимо так сказать веды и весты входило еще принцип от но это все принципы то что мы сейчас законами называем заложенные в природе но не все были выявлены известны но и потом ведь мы же могли и сами принципе вводить материю до ну и совершенствовать тем самым материю но это общем-то делалось в цитеринных пространствах это делается и все кто остался после вот апокалипсиса да они спаслись в своих сателетных пространствах они строят свои вселенные но это наши он геккотанхеры выходцы с земли но и которые вот существовали вместе землей очень долго там не миллионы даже не миллиарды кварталеоны лет потому что нас сар ну вообще царь это титул человек получал если он прожил сара сара так 4 кварталеона вот кто прожил кальпу или колопу как у нас называлось миллиарды лет но и нас были халопы но последователь колобка с одной стороны восставший царь считается у нас первый восставший царь колобка ну и которые долго очень жили получали титул колопа колопа и вот владимир вел у нас значит сначала тонах но это вызвало как бы раскол но он собственно герой был сразу потому что никто ведь не хотел отменять и терять свое бессмертие но владимир решился на это и вот он вел тонах но это священная книга на часу евреев считается у них основной книгой потом он вводит вторую священную книгу а весту ему уже пришлось отказаться от богов и наказал 6 богов переоплощение раз ввели до богов пришлось отказаться осталось 6 богов владимирский пантеон но это вот перрон там стребок хорс семарк даже бог мага вот 6 этих богов но они не конечно не покрывали нас же семена то были связаны с богами да и поэтому у нас и судьбы были божественные и нам дары боги давали божественные вот эти способности потому что у нас были правильные имена но а заменили значит вот этими псевдонимами но ничего не значит мы будем так говорить католическими псевдонимами которые в общем-то назывались возможных святых мучеников ну и мы поэтому стали повторять их мученическую судьбу но и владимир вынужден был ввести язык а язык был оружием в то время у нас у жильцов то время был дэвонагарий сензар но дэвонагарий сейчас считается это письменность да а вообще это письменность определяемость символ то есть письменность звуки которые определяют символы у нас жильцы и владели дэвонагарий но это был язык но он был не такой развитый а вот владимир там была такая трея это были наши союзники и вот там нам дали вот этот язык ну помните поездка одиссея за руном но якобы за вещей шерстью как будто не хватало в реальность это был полет за письменностью за санскритом санскрит нам дал то что мы называем прометеем но в реальности примете этом рус рус и он дал нам фар огонь как бы да но фар фаренгит это язык одновременно вот он нам дал язык нам сейчас вот говорят что это огонь нам дали но в реальности санскрит он тогда был оружием и вот владимир дает это оружие нам и поэтому появляется а веста то есть веста это в принципе общение с богами телепатический как мы сейчас говорим а а вест это общение с богами через звук уже но это тоже эффективно достаточно общение с богами ну вот когда он вводил вводил сначала среди жрецов и жрецы же они самые такие были прогрессивные не все новое всегда внедряли и осваивали и шли у нас ведь система то было степеней сейчас только кандидат доктор и все да а там была открытая система там жир сфер это выходила бесконечность этих количества степеней и вот высшие степени жрецов когда владимир решил дать язык народу они воспротивились они так знали язык а тут получается что коммуникацию помимо казани еще ну казани телепатирования еще значит дается звуковой язык понятно что они восстали но это только жрецы восстали народ то он был рад наоборот что дается язык дается оружие потому что их ведь били как детей то есть сопротивляться то и защищаться не чем было богов то ведь отменили а связайте из которого нас сражением были она же поняла тоже православие и била нас нашими же богами вот поэтому богов силы не осталось ну и вот он вводит язык появляется а веста но и отделяется малоруссия малоруссия ну потому что немножко нужна колеса жрецов их немного всегда но не в какую-то часть народа за собой вели но язык был все-таки внедрён внедрён среди народа ну и постепенно он во первых сансклитом назывался да но поскольку дал нам русс а он был в ретре и это ну как сейчас говорят эфиопия и все прочее это это была система звездная которая в общем-то помогла нам в этом плане она продвинулась дальше чем мы в плане владения именно звуковым языком тогда вот халдея начала развиваться ну халдея сейчас газа страна нет тогда это это просто были халдеи те кто владел вот как раз санскрит назвали русским потому что дал таких его рус поэтому русский поэтому мы русские санскрит он как именно священный как мертвый язык сохранился в ней например то ну и у некоторых еще там восточных народов он тоже как священный сохранен потому что индия это ведь раньше это было не только вот сегодняшний архипелок это было и афганистан и пакистан это все было индия но сейчас понятно что индии тоже пытались все время у нас опустить ну поэтому и все время делили на разные тоже конфессии поделили хотя индуизм он сам по себе разделен на много конфессий с появлением объезды это был второй раскол православии ну связанный это появилась и малоруссия в это время у нас эти владимир противопоставил с ивану четвертому ивану четвертому которого в общем то убрали но вместо него стала герой но и она продолжала войны за свободу землян ей помогал активно конечно ярослав мудрый ярослав мудрый как раз сын ивана четвертого но он проходит под именем федор причем не просто федора федор придурок но нам же ведь нельзя иметь нормальных людей нас если кто-то предводитель это он обязательно должен быть придурком после того как у нас значит было введено а веста когда произошло отделение малоруссии в этот момент мы противостояли в принципе иудеи иудеи это вавилонию людей кристили идею ну и бию ну и поэтому иудеи но у китайцев она известно как даос даосизм это люди которые придерживаются бессмертия но и даосизмом тоже придерживается бессмертия и вот дело продолжил ивана четвертого и герой и ярослава мудрого продолжил ермак или яромак как его правильно звали а он вводит то есть у нас превращали врагов да с помощью всевозможных магических практик а он вводит разрешение на убийство вот против него восстает баян баян он был категорически противнику убивать поэтому он значит откалывается от яромага и создает свое так сказать и государство но яромак это была серьезной фигурой поэтому он объединяется с владимиром но я не объединять свои религии у этого зэнд то есть это песня боевая которая усыпляла противника объединение с ладиром повело появление зента весты и вот несмотря так сказать что здесь какие могут быть возражения тем не менее у нас часть народа тоже отреагировала неоднозначно то есть они посчитали что чем усыплять противника проще применять те старые чаровные меры которые в общем то но эффективней чем просто усыпить там и полонить потому что чаровное это воздействие они приводили превращению вот противника в неопасную форму которые не могут дать ответку и поэтому от возникает очередной раскол и от нас отделяется чара русь которые считали что надо использовать чары а не зонт и вот чаровную русию потом переименовали в червоную то есть красную ручь но и она надолго не просуществовала но потом она не была такой многочисленной она сама по себе но ее общем-то завоеватели быстро грохнули но и здесь поскольку у нас ушло уничтожение продолжалось уничтожаться плане продолжали уничтожаться планеты и поэтому в общем-то владимир вынужден отказаться от этих шести богов которых он оставил там было 70 тысяч богов он оставил только шесть но у нас появился второй ультиматум убрать всех богов мы же сразу не приняли ультиматум отказаться от бессмертия потому что если не откажется от бессмертия происходит очень быстро перенаселение вот этой цивилизации у нас почему так много планет погибло ну потому что мы уже и создавали планеты вот и мы не только в нашей сложной системе наша система земная она была распространена в нашей галактике у нас около тысячи вот как раз оставшихся вот по данным инопланетян у нас тысяча оставшихся цивилизаций которые сегодня опущены так же как и мы на вот этот тот низкий уровень то есть уровень неразумных и появляется значит движение то опять раскольническое движение у нас это уже четвертый раскол потому что зентавесту когда мы внедрили у нас появилась чара рось это те которые считали что чарами можно воевать с помощью чар воевать вот а четвертый раскол он там вот когда вел то есть единое божие а все-таки у нас люди то хотели чтобы были боги богов благо имя полностью от них отказался и поэтому санрусть появилась сан это святая святая это то что связано с богами но ее назвали синей руси но тоже долго не просуществовала и и в общем-то достаточно быстро грохнули и теперь владимир женится на анке принцессе византии женится на анке когда уже император роман умирает император византии роман он становится императором византии этот объединенная руси византия он ее называет великоруссии но и она просуществовала принципе ну даже когда я уже российской империи там вот великоруссия на существовала как народность великоруссия у нас в паспортах до революции до 1917 года был паспорт великорусов но часть конечно была возмущена что народ то было за чистоту крови а то значит смешение идет со стороны владимира другая часть считала что ну и большая часть считала что есть политическая целесообразность данном случае владимир прав нам не надо воевать на три фронта с римской империи с византией с кем-то замириться ну вот считали что он поступил правильно вот произошла очередная буза и вот раскол который привел к появлению балруси балл это вообще звучащая мера но поскольку у нас другие виды имеют другие меры да а мы считали что мы должны иметь наши меры вот балруси это как бы наша мера и вот появился белоруссия но ее сейчас так называют она учить балруси но она и сейчас существует и малоруссия сейчас существует и малоруссия в этот ну владимир его скинули с престола он же объявил войну римской империи да хотя не победил но он и не проиграл его просто предали и появляется значит в этот момент александр невский вот александр невский он вообще есть освободил землю но его отравили там есть такая лихорадка перейра вот она не имеет инкубационного периода она сразу человека убивает в течение дня он умирает но обработали все войско александр невского хотя он в общем то победил но все войско обработали на все мужского населения нас не стало ну и александр невский тоже погиб это значит у него супруга выступает на защиту руси она подымать женщины и детей у нас в детские войска были войска уже брали 8 лет а тоже святославом четыре года стал уже воином он она будет за ар она разрешает жениться выходить замуж за готов и за антов но они не садим земли это не не люди они на ее виды но нас поэтому и кровь изменила свое то есть у нас появился и кровь а и кровь б это годская кровь и появились появился положительный резус-фактор это антовская кровь но у нас там завоеватели тоже оставили свои гены и свои хромосомы да но те же писи глаз и там те же хазары но все кто на завоевал они оставляли свои значит маркера крови и вот александра вячеславовна она то ее последний бой на мумаевом кургане был она в общем-то погибла все это были амазонки амазонки ну это считается что амазонки вот у них они отрезали там себе грудь чтобы не мешать мы стрелять из лука но это все естественный свист да в реальности женщинам не мешает грудь стрелять насколько лучниц и ничто не отрезается ничего просто амазонка переводится как она уже не мама она пошла воевать она пошла умирать она уже родила детей ну и вот может посвятить себя защите отечества но и детишки от войска детей у нас говорят что три похода детских было римских на цвист дети воевали в руси нас никто к нам не приходил с детскими войсками даже вынужденная мера чтобы дети воевали у детей вот осталось это не вот приют допустим из трубок причем нет они ведь не общаются с собой с разными городами это в разных городах одновременно начинается но это детская генетическая память они в реальности плевались и там вот этих шарики которыми они плевались они лопались и оттуда выливался я то они стреляли в глаз там же у них вот если вы видели эти их не шлема они же сплошняком и это но у них у некоторых можно так торчит на отписи главцы ну и потом сохранилась эта песня солдатушки бравые ребятушки некоторые люди которые и слышат впервые они плачут почему-то потому что эта песня тех времен после александра вячеславовна у нас появляется но у нас рост оказалось захвачено уже было рабство все и вот появляется вот год я еще была годин был наш царь но он иван молодой проходит по нашей истории вообще-то магомед его присут пригласили потому что царей готов убрали всех уничтожили песен главца них уничтожили вот я был нашим союзником и там вот остается иван пятый так называемый да но его нам так называют иван пятый иван иван это тот кто крестил народ а поскольку иван все время помогал руси да к нему приставили петра который в общем то за ним следил чтобы он ничего лишнего не поможет так вот петра подменяет подменяет его на самозванца и вот этот пет он вводит мишну а он писяглаец пет мне вот уши вверху тут растут не гришка тряпьев которому отрезали уши как за разбойничество это как раз писяглаец ну и вот он противостоит своему пасынку ну сыну якобы да но сын понятно сразу понял что это подмена но и он проходит этот спет самозванец как никон а ему противостоял абакуум но его абакуумом раньше назвали сейчас его вакуумом назвали вакуум а в а вы у нас были тоже завоеватели такие да ну и поэтому его перевинавали в вакуум а вообще в честь него баку у нас он в честь алексея алексея вот который сейчас нам говорят что это сын петра но они коты у них все другие имена ну для нас он алексей ну и говорят что его когда захватили он там всех продал да про всех все рассказал но это тоже свист потому что он откусился язык и выплюнул в лицо палачей никого не сдал но его казнили абакуум это вообще просветленный означает на старорусском языке и он же будда будда тоже просветленные а будда это у нас буддапешт есть это место где присягнули буддя абакуум ну и поэтому в общем то буддизм он не такой старый как нам рассказать но у нас вообще все религии молодые всего 500 лет вот как начался этот апокалипсис потом армагеддон потом газоват потом эти все крестовые походы они сопровождались с газоватом на газоват это полнейшее уничтожение тех кто в общем то не подписался под перевоплощением оставался верным бессмертию оставался верным нашим богам этих людей всех сжигали сжигали уничтожали убивали казнили ну творилось беспредел на сколько планет уничтожено именно с бессмертными людьми и вот в 1820 году вводится библия но это абсолютно точно дата не буду говорить откуда информация там мы уже признаем себя как рабы божьи и это вызвало тоже очередной раскол вот как раз гарибальди и мухаммед они выступили против вот этого нового видения и они создали вот коран мухаммед создала коран написал а гребальди он в общем то был военным предводителем дрался он считается итальянский но у нас ведь все помешало специально так мешать чтобы ничего не найти не открыть не узнать не только если только есть очевидцы тогда вот у нас глаза открываются но это уже был восьмой раскол а седьмой раскол библия библия и и почему синтагентом то называют до седьмая редакция канона ну и в общем то такая вот история вот этих расколов и зимой вот этот расколов и расколол христиан и мусульман между собой а вот когда значит в диле мишну отменившую перевоплощение на тогда вот пчурусь появилась которую черной руси называют у нас все к цветам цвели да чур чур это предок можно народу много чуром с предками были связаны поэтому это было мощное движение противодействия петру самозванцу но петт первый когда он разобрался с алексеем с его значит этими двумя братьями петром и павлом не уже начали в черной руси разбираться ну тоже в общем то ее поменяли ну и вот параллельно нам написали историю которая касается восстания царей у нас в общем-то считается как бы истории неба были какие-то восстания нам вообще написали что у нас тридцать четыре восстания в реальности всего 7 было и еще 7 пандемии 7 революций но это уже последнее время то что пандемии тоже были изобретены они их вообще в природе то нет но они есть но не такие страшные как нам рассказывают то и они были вызваны тем что у нас медицину изменили у нас же медицина касалась лечения с помощью запахов ввели вот эти экстракты такое дискариот был у нас но это римский врач который придумал лечение болезни с помощью экстрактов растений когда лечили запахом запахи сразу попадали у нас внутрь внутрь организма и не проходили пищеварительный тракт весь этот и не изменялись но это было сильное лечение то есть они все могли вылечить таким способом а когда вы велел дискариот ну вот и голен там еще был такой ну тоже римлян но и насаждали этот ведь лечение естественно но я потом придумали вот эти пандемии пандемии эволюции пошли и вот первое восстание царей у нас но написано как какое-то восстание ты он царь колобка был но не назвали его там как там допустим пугачева да или там что мы какой-то там крестьянин или еще что-то нет это был царь колобка а в реальности это был ярослав мудрый который в общем-то побеждал всех но геракл все эти 12 его подвигов но это 12 подвигов ярослава мудрого поскольку греческой той цивилизации не было и она списана полностью с руси а руси это за история земли и поскольку у нас во время апокалипсис окна ведь прилетело очень много других планет погибших и спутников вот поэтому нас так много национальности стало ну и понятно что часть из этих национальности поддержала естественно наших завоевателей но это связано с комплексом неполноценности они потеряли планету им тут выделили какой-то маленький кусочек территории на которой они должны как-то жить существовать понятно что они начали бунтовать ну например вот у нас кто прибыл с европы это спутники юпитера на юпитер это планета солнце на на солнце реальности было на просто он потухла мне уже и сейчас еще 67 спутников а четыре больших спутника такие как наша луна они были обитаемые это вот и его это ганиман самый большой спутником больше лунную вот европа и калиста калиста и вот они все здесь европа ведь названа по тому месту где расселились люди с европы но не все люди понятно у нас были потому что человеке и человечество и люди люди которые жили на других планетах не на земле было людчество и люди но не все равно как человеке просто когда живешь на другой планете там же другие условия и люди менялись но человеке менялись они становились людьми из этого цвет кожи менялся цвет глаз менялся цвет волос все менялась кости какие-то новые появлялись потому что было легко а вот когда они сюда уже прибыль прилетали да вот почему они в живое начинали ходить ну потому что тяжелая но если не с легкой планеты при ну там с луны прилетели у нас вот была земля же полая да я же из этой полой земли в общем-то создали луны получилось 13 тонн таких как наша луна сегодня но это как раз столько же грунта входит во внутреннюю землю его убрали оттуда понятно что эти луны все тоже были уничтожены осталась одна луна вообще называлась мун ну и лиман но так она осталась в европейских языках и переименовали в луну только потому что там появились рептилии а рептилии самый страшный дракон это лунь по китайской мифологии ну и поэтому луна сейчас не наши почему прекратили ее изучать и летать туда потому что нам показали свое место что наше присутствие там нежелательно кто допустим с его там прилетело к нам но это вот и ордания это вот место и грубо кто с калисто прилетел к нам калхида колхи так называемые они грузинские от нас создали кто прилетел с ганимана но это гана в общем то черные люди к нам прибыли ну и так далее там вот у нас за марсом было еще три планеты думал что у нас все планеты земной группы они через каждые 50 миллионов километров до планета меркурий 50 миллионов километров но 58 но мы берем 50 округленно 100 значит километров миллионов километров венера 150 миллиона километров земля и 200 миллионов марс но он тоже не 200 220 но близко близко но из-за того что менялись эти планеты а дальше было кету раху и балта три планеты но и у нас как раз вот весь этот астероидный слой остатки от этих планет кету раху и балта он как раз 150 миллионов километров то есть три планеты там погибло в реальности но и когда вот нас упоколичество случился наши планеты все были за нептуном нептун последняя планета в нашей значит солнечной системе оставшиеся хотя после него там был еще телос у нас планеты вот эти гиганты они которые были солнцем они через каждые 750 миллионов километров появляются вот 750 миллионов это юпитер потом идет сатурн уже не 750 миллионов а полтора миллиарда потом идет планета которой нет это была паразерпина нам до сих пор используется у нас в астрологии вокруг нее значит у нас вращались планеты внутри до граха вращалась откуда-то индусы прибыли и индейцы и индонезийцы вот один народ они все вокруг паразерпина вращались и здесь появились но и индейцев понятно их отсюда стали выкуривать потому что их никто не звал их же стали называть налезли да то есть вот нации они вообще переводится с наших славянских языков как обнаруженные а вот с чешского он переводится как налезли нации это налезли по-русски если прочитать ну получается те которые здесь нежелательно то есть они откуда-то появились все вот эти планеты раху на кету это не разрушена народ от них остались какие ты они есть их осталось только немножко кеты кетов до сибири они живут ну и раху тоже остался народ но их вообще сотни только остались это вот в эстонии они живут но и так далее у нас вот на базе всех вот этих погибших планет создана была греческая мифология и она это греческая мифология в общем-то должна была нас убедить в том что никакого апокалипсиса не было ну и большинство людей так и думают что апокалипсис это только в библии там но она не только в библии там и в коране он и в терапитаке и танахе там он везде описан что говорит о том что это произошедшее событие они будущее как нам пытается внушить первое восстание у нас царей это он был колобка но это как раз у нас и был ярослав мудрый мы его назвали колобка ну потому что он колобка то прожил много лет было на суть до апокалипсиса было семи царствия но и в общем-то всем царей но они правили подолгу ну как вот пишут вавилонская эта история там же тоже семи царствия было но и нас семи царствия 3 и василий 4 ивана второе восстание это восстание его на болотником но это в действительности то которого мы назвали балтасаром он по библии там описан вообще в честь него вот балтика вот и балта это как раз и планета была откуда в общем-то прилетел нас потому что все цари они были распределены по планетам разным ним и не по одной даже 3 это был вот как раз восстание василия буслаева буслаева но под ним под этим именем скрывается вена но у нас остались и вересовой книге венотырь он так известен в италии там остались и венеция и вена и равена это все значит в честь вены нас она была но он проходит как уже дмитрий 2 на по нашей истории вот четвертое восстание у нас было кондратья булавина но она была на дону ну и в принципе это как раз вот то чтобы дмитрий донской но это недавно появилась вообще он был огином они честь него то удар был назван и воде но это царь да и дон то если посмотреть дон до переставить богу тоже 1 получается ему были крещены разину тоже были крещены вот следующий появился разин разин как раз скрывает александра невского он же освободил всю землю как и воли га воли га это в действительности название колобка то есть него волгу назвали воли га но воли га его почему назвали это дорога волшебства волга он был волшебником он потому что мог превращать своих воинов но как описывают размеры муравьев и они проходили под под воротами города и спокойно он потом их превращал обратно они захватывали город таким способом римляне обычно прокапывают подкопы под сигару нас под всеми городами крупными подкопы но их находят и под москвой эти подкопы из под питером да везде их находят их звали в этот стали например уже забетонировал эти подкопы но тем не менее эти люди но их трудно назвать людьми вот эти завоеватели они все равно появляются у наших руководителей требуют так или иначе поступить но иначе обычно шантажируют или детьми там или там женами или родственниками там еще кем-то ночью так просто они не появляются они всегда с угрозами а вот шестое восстание это святослав вот святослав он разогромил как раз хазар вот если дмитрий донской один он разбил ассов ассов то люди астлы но он погиб от хазар и он в реальности был отцом святослава вот святославу они ведь эти хазар победили уже совместно с песенагами ну то есть римская империя и римская империя в этом случае с нами было в союзной страной они поменяли это что там говорят что пугачёва вот как четвертовали там возили в клетки но это тоже очередной свист святослав кончился уже с монастыря под именем серафим саровский ну то есть его имя неизвестно с ростки это ссор саров город серафим это английское звание у католиков там столько пролилось крови что он понятно что он не в состоянии было переносить это все потому что когда человек убивает он вынужден был убивать он все эти умершие они к нему приходят они его терзают они его терзают для того чтобы он повесился побыстрее ну вот седьмое восстание то что мы знаем как восстание салавата юлаева это в действительности был тимур ну или тамерлан он освободил весь юго-восток свое время но ты что ашока что тамерлан это все одно лицо ашоку правда поместили там в третий век до нашей эры не было третьих веков до нашей эры это был все рай в то время но создавали же длинные истории да люди были заинтересованы чтобы они долго тут живут на земле но поэтому год нашли вот на такие вещи ну и у тимура у него еще был темир аксак в честь него там много значит рек назуна в кассе астам например асы асквам асквам да то есть астрахань город асгард но это вот в честь этого тамерлана все вот так вот вкратце наша короткая история которая в общем то говорит о том что ну в принципе наш народ имел достойных руководителей и достойную историю и в принципе мы в общем то смогли сохраниться благодаря владимиру с одной стороны и благодаря геройским вот этим подвигом наших царей кого мы знаем как разина пугачева булавина буславина и так далее сейчас я отвечу на ваши вопросы скажите почему рождаются двойняшки ну двойняшки они бывают двух видов есть одна яйцевая а езду яйцевая близнецы у нас вот смотрите оплодотворение происходит вот яйцеклетка да не подходит много сперматозоидов и они выстраиваются вокруг яйцеклетки и начинают двигаться в одну сторону они вращаются она защищена плотной оболочкой и вот они и срывают и срывает и один какой-то сперматозоид попадает на через протоплазму и в этот момент резко возникает не одеревенение в следующий же сперматозоиды не могут попасть то есть оболочка становится твердой для сперматозоидов но иногда могут попасть два сразу попадают и тогда получатся одно яйцевые ну то есть в одно значит это два получается воняшка давно яйцеклетки вот но одно развитие все равно происходит как как будто две яйцеклетки а бывает сразу выделилась не одна яйцеклетка 2 и тот же самый процесс и обе оплодотворяются а вообще у нас вот сейчас вот много людей не могут забеременеть они не могут забеременеть именно потому ну женщины там лечатся но если говорят что из-за женщины там в реальности то все в основном от мужиков зависит потому что ну сейчас ведь после секса только залетаю до раньше целомудрия все таки это ну там двести сорок дней как минимум воздержание должно быть вообще никаких ни половых ахтов ни с кем там не все эти возбуждения не все эти рекламы ничего не должно возбуждать и тогда происходит полное созревание сперматозоидов тогда рождаются гении рождаются боги а еще одна причина почему не могут значит забеременеть женщины у нас потому что вот на теле человека много всевозможных микробов ну там тысячи их видов то и они проникают и во все это сказочели в рот там в уши везде да но там конечно у нас стражи есть эти лейкоциты там их много видов всяких у нас но немного есть которые в общем-то защищают наш организм от проникновения да но вот такие большие объемы как вот например влагалище женская да ну попробуй там защите естественно там грибки они размножаются и делают среду кислый а сперматозоид он активен только в сердечной среде и поэтому вот с такой женщины она может лечиться хоть сколько раз заражение грибками они не вредны ничего не делают просто размножаются там живут вот им же свет не нужен питание там есть выделение все женщина не может забеременеть но если спринцеваться просто содой проблема решается после первого же акта женщина будет беременной вы можете сказать о магах кто не за что отвечает на сломан вообще она нельзя сказать что это новодельное слово но она вообще-то идет от магащи маги это те которые владеют могуществом магащи то есть могуществом земли магащи то но она имеет земную стихию с одной стороны и в то же время выступая как богини земли магащи но откуда слово могущество то идет а у нас вот естественные вот образование типа планетам земля они все имеют уровень богов а почему магащи у нас же потому что люди ведь тоже имели уровень богов это не только богов на же и белый там и а сын кого только не было а это ведь все передается планете материи всему эти все свойства та же сама божественность она становится атрибутом материи потому что индукция биологическая действует данном случае мы все но у нас такой дисциплины магия не было маги это новодельное слово у нас была магаургия и магадия вот эти две дисциплины были но магия сейчас называют все маги но и с ней же борются на как вас воссоединиться с родом если нет о нем никакой информации как закрыть программу самоучтожение алкоголизм наркомания курение но это вводят программу когда человек знает когда он зачат вот эта точка наибольшей уязвимости человека и эту точку если делать требуем совершать можно вводить любую программу которая будет действовать и в общем то менять ну привязанность человек к алкоголю например можно ввести в этот момент но можно использовать метод шичко он вообще всегда действует и тогда писать пожелания левой рукой ну можете зайти в интернет и найти метод шичко там ведь не только от алголизма от курения от наркотиков как избавляться там вообще от всего можно избавиться у нас же специально вставляют программы разные по ночам эти ребята которые ходят и вставляют эти программы в нас вот них можно избавиться только до знаешь в точку зачатия все время минуту надо знать большая там минута и час зачатие это вот как раз . наши уязвимости ну поэтому это непроизносимое было имя по этим двум данным по часу и минуте у нас большая минута до пяти минутки большая минута назывались и поэтому в общем то мы в принципе можем с этим легко ну нелегко можем справляться суть задачи волхва и жильца пишут статьях волхва это гармонизатора жильцы жизнелекущие у вас какие знания об этом нет железо тоже и правильно говорить же и ерц у нас были же ерц и хи ерц и фи ерц и мир но это бесконечно уходит эта степень а жрец у нас вот почему солдатами ведь тоже это первая первая так сказать ступень военная солдатами все и генерал солдат и офицер солдат ну потому что в армии и то же самое вы раз значит в жрецах ну вас по первому название всех называют жицы но это уже как бы испорчено же ерц ер это вообще указание на мастера он шофер там ярда мастер яр окончания отцы это вообще это как бы указанием духовность же ерц но счет гармонизаторов но у нас 6 кон это гармонизация как раз цель в шестом коне возможно и сейчас стать влафом того уровня которым вы пишете да или нет за какой период сохранились ли методики да конечно сохранились таких много методик мы часть методик конечно будем рассказывать но их много очень ну все там за пять месяцев конечно не расскажешь но постараемся побольше если земле управлять дьявол то как это соотносится с тем что огромное число людей чувствует себя счастливыми вообще вот жрецов мордовии у них вот и есть методика как сделать чтобы дерево умерло счастливым с восторгом ну так то есть когда рубят дерево она уже умирает она уже кричит она там зовет на помощью но кто чувствует тот это знает да вот у них у этих жрецов есть такая вот методика не ну приходит выбираю защит дерево хорошее мы тебя срубим горят дерево так открыто мы срубим и назначает день и час рубки но поскольку все деревья одного вида да даже ни одного вида находится в связи весь лес тоскуют и переживает по поводу того что это дерево будет срублено и погибнет и вот назначенный час они приходят к этому дереву оно естественно плачет но реально плачет все деревья в округе тоже плачут лицы приходят и говорят ты хорошее дерево ты еще порости а вот это вот оно засыхает она вот маленькое чудо что мы его срубим и вот это дерево которое знать назначили сейчас все же начинают радоваться все деревья радуются что не будут это дерево рубить и это дерево которое хотят назначили для рубки но тоже радуется и она умирает с восторгом так вот у нас здесь то же самое людям ну какие-то подачки там дает у них восторг радость и счастье но потому что они доведены до сверх бедности у нас ведь есть планеты где на душу населения выпадает миллиарды в наших там долларах или там в чем но а все-то деньги меряются в калориям джоулях ну то есть в энергии но это несравнимо то есть есть такие цивилизация но не себя особо то счастливых это для них само собой разумеющиеся вот люди которые были в нищете да мы вдруг что-то там забрежено несчастливы можно это счастье вообще назвать вы захватчиков видели лично коньяка не приходят с разными эти кафе видео с разными требованиями приходят когда мы там начинаем против них что делать если колется сотни планет уничтожила с людьми то почему земли оставили недобитую но здесь потому что были люди которые приняли ультиматум но все равно нанесли ведь удар по земле от океана образовались моря образовались начались с тушняком все было закрыто водой вся планета была потому что весь стартер был уничтожен вот весь аид был уничтожен вот люди которые туда вышли этот раз татары и башкеры башкеры из аида но так нижний там скалы которые в внутренней земле подземные города создавали тартары татары они в верхнем наверху на поверхности создавали там шесть этажей по махабхарате ну они бы добили конечно но мы же многие же люди когда посмотрели как расправляется с теми кто не перешел не отказался на бессмертия не вынуждены были принять эту философию но вообще все планеты там везде по шерсти ли он венере такой удар нанесли она вообще в другую сторону стала вращаться все же по силовой стрелке вращается одна венера другую сторону вращается но и она вот просто оси это практически не вращается как луна он обращается но столько же времени сколько год длится столько и день как на луне жив ли сейчас царь и где он на земле ли на другой планете вообще на других планетах царь там уже проявился и он уже там вот шерсти то все вот но нас пока не раз не проявился сложно сказать почему но не можно предполагать ну вот это вся верхушка за кулисье да они же цепляются за землю потому что они же выращивают на на головах но головах это у нас единица обмена галактики наши поэтому землю никто не отпустит так просто если вы телепатически говорили то почему и чего аппарат был развитым сразу для звуков речи нет он был только у нас ведь был деванагаре язык и сензар сенсор это вот подражание звуком природы а деванагаре это символы которые отображались а звуком он звук рождал символы символы рождали звук ну и язык он был но он был язык это развитый язык деванагаре его сделали сейчас уже письменностью просто да это был язык и когда нам прилетел подарок можно сказать от руса от прометея санскрит да он намного круче чем деванагаре чем сензар он потому что сразу вызывает всякие то изменения вот он рт это как раз вот нам подарила его чтобы мы не сопротивляться ну и он естественно как бы объединил эти языки а дело в том что жрицы не на нем говорили на дванагаре на сензаре а кто не говорил них вот этой косточки подбородка нет его там есть языковая косточка и тоже нет вот все телепаты они не имеют ни подбородка но посмотрите вот если вы видели вот пептика антроп там неандертальцы у них же у всех вот подбородка нет языка потому что нет этого тоже результат развития языковой речи подбородок ну и у нас у людей тоже у многих нет но ранее есть он такой но не хоть и говорят но он еще не сформировался с тех пор это еще идет то есть есть люди которые ну как бы продолжать телепатии во всяком случае внешне должны продолжать то когда санскрит появился его тем более внедрили в наше общество но не приобрели силу сразу же там где не скрывалась не знали как превращать как убивать ну как то есть владели в совершенстве этим языком почему сразу начали формирует ну чтобы у нас не было этого оружия подскажите просто как вступить в бог ну да написать свое желание но сейчас мы хотим сделать типа собеседования ну чтобы к нам попадались все-таки люди которые не разбавят нас неразумную людьми ну чтоб нас не закрыли и не выгнали из космической коалиции куда мы были приняты в 2015 году царская семья не была казнена николай до старости же если да зачем нужно было сочинять но если бы сказали что он жив но нужен крестьяне то есть все были за него народ был за него большиков очень много ненавидела но они и себя показали это военный коммунизм тоже самые диктатура пролитератор диктатура на расстрел там без суда и следствия там ведь на ведь много не рассказывают что а вот например все города которые назывались на греческий манер там лариса парма вот и не осталось их подчистую вырезали и детишек и женщины стариков но всех уничтожали и таких городов и вон в десятки нас вырезали питер весь но в москву москву тоже вырезали но там было три кордона три кордона которые вот китайцы стояли кстати говоря вокруг питера шесть кордонов стояла оттуда почти никто не вышел остались живы только те которые уехали в это время из питера вот песня этого горченко с этим мы сиевом она же ну как бы написать реальные события и они исполнили конечно бесподобно эти два артиста как раз то время подскажите просто как можно восстановить поврежденный мениск и второй вопрос каким образом можно избавиться статуэтки тотема подарок сделано нехорошим человеком закопайте похороните вот оборуден вниз мениск да значит вот я только один случай знаю винит два случая знаю это но у него этот мениск порван да и чашечка на все время вылетала да но сделал операцию там ну там знаете пришивают но не у нога на нее управляется второй он не стал делать у него бы оба мениска вылетали вот второй он стал делать по богам питаться но это узнаете там наступает покров бога и вот 12 дней или 18 дней есть но и ту же пищу то следующий бог снова одну и ту же пищу но и так течение моего года даже не прошло микс сам это живая хирургическая болезнь только хирургически можно вылечить ну якобы вылечить а тут он у него на сам восстановился восстановился и нога прямая не согнута не полусогнутая если все что пушкин это александр дюман да есть такая но у нас кстати говоря много писателей вот их распараллеливали потому что ну придумали новые народы у них нету никакой культуры да но вот придумывали много пример амар хаям некрасов да есть если вы посмотрите портреты хаяма и некрасова да ну тот в щелме хаям но этот и без щелмы в общем то тоже хай но это к примеру говорю вообще их много например алексей толстой и жильвером посмотрите их внешние портреты ну там есть книжка запрещенная история если вы посмотрите ну там вот эти вот параллели все но какие я нашел много чего не нашел как можно отличить людей от нелюдей но у них много признаков вот например массажиста они ну мне не один массажист говорил что вот есть люди у которых по хребту идут шипы ну-то рептилии у некоторых они видим у других вот невидимую человек ранит руки но все равно массажируют они же хорошие клиенты они не выдают их самое интересное но пока у них еще нет анального отверстия но там вы конечно не посмотрите но пупок можно увидеть но они продан делают там операции косметические вроде как у них пупок появляется вот зрачки черевидные сколько лет назад случилось первое восстание слава мудро и по нашим временным понятиям после седьмого раскола или восстания происходили одновременно с расколами около 500 200 лет назад 500 лет первое восстание почему ком и кем для переселения выбрана нибиру она совершенно непригодна для жизни человека по сути это смерть чем обусловлена форма планет благодарю правильно что это смерть она же будет двигаться она двигаться одновременно вокруг арфа центавра нашего солнца но она когда мы двигаться по нашей солнечной системе до тоже темнота и холод двигаться медленно там если у нас нептун который там считать сейчас последним но не последний конечно там и плутоны там и седна там сейчас много на открывали малых планет у них очень маленькая скорость но ты стена у нас у земли 30 километров в секунду там меркурий 45 километров в секунду он все ближе к солнцу тем быстрее а он вообще движется и 3600 лет уходит у него от альфа центавра к нам ну то есть круг полный светового года как нам говорят там ближе намного она расположена у нас вообще все близко нас диаметр 150 миллион диаметр считается ну это все свист они мира выбрана потому что она так вот вертится до этого не визита подлетала туда переселили исполинов потому что они тоже поверили что земля плоская и инопланетян нет да солнце это лампочка ну глупости сейчас много придумали на этот счет но и заставили горит всяких академиков ну за бесплатно конечно но основном соединенных штатов америки и они продались легко ну и сейчас вот человечество обречено на переселение вот на немезиду переселили она тоже вертится также вокруг солнца из альфа центавра земля могу ургия воздух это халдея какие названия дисциплин связанных с воздух и водой и огнем они все связаны со всеми стихиями не только халдея не много ургия нос и дисциплин больше сотни волшеба колодавства к басе я издал там пятка десятка таких книг но запрещено нашей за кулисы запрещенных имеется ввиду подскрыть икона римская александра это и есть проросс александра вячеславовна не бричи слава но может быть я не могу сказать какие слова нужно говорить чтобы ночью посяглац не приходили или из другие методы нет надо просто очень грязно вырубаться используя матерные слова они священные слова но у нас дело в том что они сейчас поменяли свое звучание вот это же сакральные слова не сильные и когда мы хотим что-то зародилось чтобы да мы используем их мы сакральные слова не произносятся вот кто их очень часто употребляет но не проблема половой сфере вся святная грамота это изначальный язык санскрит если да то можно ли помочь можно с помощью грамоты выучить санскрит в закон то русский язык с кричем его учить вы так его знаете он просто здорово изменился откуда берутся души если раньше были люди бессмертными и не размножались то когда они начали размножаться откуда взялись миллиарды новых душ или нет такого их количество она осталась прежним в реальности в нашей солнечности нашей только солнечной системе жило столько людей со сто восемьдесят девятью знаками после нулями это неисчислимое число понятно сколько их надо воплощать чтобы все воплотились где приобрести натуральную касторку дума опытным путем уже нашли надежного производителя желательно ссылку благодарю но мы до событий с украины на украине брали но закупились закупились мы сейчас пока пользуемся но кончится будем искать у вас на канале много видео с валерия лукьяновой это ваша ученица нет это просто мы с ней пересеклись на просторах интернета и она предложила сделать интервью ныне отказался красивая девушка будет украшать еще и информацию чем отличается выхват жрецов благодарю у нас все кто служил в храмах да ну у нас храмы вообще назывались кантинами вот в кантинах откуда слово континент на идет вот храм всегда было ну богу только посвящен и там были вот велесу например да белхвы ну сейчас плохой говорят перу ну начать перхвы ну и так далее вы это хвалящее это должность бог жрец это за это степень степень но название это нельзя сказать звание всем другое мы будем об этом говорить но в том что были чины но чем когда человек проходит кону чем получает вот у католиков тоже чины но у них ангельские чины только на степени джерц степень херц степень так далее духовников да ну у католиков но тоже степени есть никто же кандидаты доктора но одинаковое строение но у них все закрытая система кандидат доктора все все линии люди знают что они не люди конечно не принадлежат какой-то ну саму виду вот на какой-то своей планете кровь положительные резусы потомки антов да анты вот византия античность античность тут как раз все построено антами что идет что дают раскрещение обязательно ли это делать всем жрецам некоторые говорят что христианский грегор может мстить так ли тут конечно нельзя сидеть на двух стульях надо чуть чего-то придерживаться раскрыть просто как выглядели гекотан хейры что носили держали что-то в руках носили головные уборы какие примерно образно выглядели как люди только большого роста ну вот раньше их можно было в интернете даже внешний вид найти них вот головы да они уже пятидесяти головы так цикламены латиняне так называют но римляне маги катан хейры называем них то что 100 рук руки они так вот идут но у нас боги как бы четырех руки считается ну по индийским источником а голов они идут вот так вот вдоль позвоночника сверху и вниз опускаются но они искусственно создавались и вот эти все это же все искусство созданные тела вот но их 50 может быть но чуть больше 52 там но связано как раз с нашими мерами у нас больше 50 мер не может быть но это рычаги все двигающиеся так вот и нас их всего 50 поэтому вот гектархеры какой вашей книги можно найти информацию по питанию по богам волхвах как он звездную память дабы получить импульс к осознанию своей миссии на земле благодаря я вам не могу сказать не потому что не могу потому что не знаю вообще понятие звездная память для меня новое понятие но осознание своей миссии внутрь и так знать тоже каждый человек видит свой смысл жизни в своей цели ну это не зависит от него внутри такую цель если она у него есть конечно ну все нас указу больше нет до свидания себя спокойной ночью кого же ночь ну